МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Знать, чтобы помочь. 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. Сдал мандат. Один из депутатов городской думы решил сложить полномочия. Деньги в конверте. Чем опасна серая зарплата? Подробности далее. Олег Васенькин работает в Дворце детского творчества с 2012 года. За это время его воспитанники объединения шашки завоевали множество наград на различных престижных турнирах. Среди его учеников призеры первенства мира по русским шашкам, победители первенства России и области, всероссийских соревнований, четыре кандидата в мастера спорта. Звездная воспитанница объединения шашки Алиса Рубцова, обладательница премии Нижегородской области «Лучшие в спорте» в номинации «Молодое дарование в неолимпийских видах спорта». Кроме того, сам Олег Васенькин неоднократно участвовал в конкурсах профессионального мастерства. Директор ДДТ Светлана Калипанова написала обращение на имя главы города с просьбой наградить педагога почетной грамотой города Сарова. Вопрос рассмотрели на заседании городской думы. Это прославление Сарова, это работа с детьми, дающая серьезные результаты. Это дорогого стоит. И я думаю, что здесь вполне разумно, что у коллеги не возникает вопросов про награждение Олега Григорьевича Васенькина почетной грамотой города Сарова. От депутата по 24-му избирательному округу Евгения Ваганова в городскую думу поступило заявление о досрочном прекращении полномочий. Его рассмотрели на заседании мандатной комиссии. Но окончательное решение теперь примут только на выборах депутата, которые, скорее всего, состоятся в сентябре следующего года. Жители сегодня работают достаточно активно с общественными помощниками. Пока еще, вот до принятия нашего решения действующего депутата, я думаю, что мы здесь будем поддержку оказывать и председателю думы, и заместить председателю думы по решению тех вопросов, текущих, которые возникают у избирателей с данного избирательного участка. Здесь, конечно, жителей не просто. Депутаты городской думы отобрали кандидатов в новый состав молодежной палаты. В этом году приняли изменения в положение, и теперь участвовать в качестве кандидатов могли и самовыдвиженцы. Корреспондент канала «16» Анна Пилипец также прошла конкурсный отбор как самовыдвиженец и вошла в основной состав молодежной палаты. Анна была членом и предыдущего созыва. Кандидатов было больше двух человек на одно место в палате. И комиссия, мы честно отслушали всех. У нас один человек лишь не явился на точное собеседование. Мы отслушали всех, и члены комиссии были, сразу скажу, в очень затруднительном положении. Настолько высок был уровень претендентов. В связи с большим количеством участников предложили расширить список резервистов. Сейчас там 10 человек. Активных членов действующей молодежной палаты наградили благодарственными письмами. Подробнее о деятельности палаты и выборах членов нового созыва смотрите передачу «Актуальное интервью» с председателем городской думы Антоном Ульяновым. Три многоэтажки на 7 тысяч квадратных метров могут появиться в лесном массиве за домом на Казамазово-9. Информация возмутила жителей микрорайона. Чтобы выразить свою позицию, они собрали подписи против строительства и обратились с проблемой в нашу рубрику «Городской дозор». Ни одного человека нет, который бы сказал, да, это строительство нужно. Хотя, в принципе, мы все понимаем, что строительство – это дело хорошее, но не в этом месте. Мы вообще-то за строительство, но есть много других достойных мест, где можно это все построить. Основной аргумент против строительства у жителей Казамазовой и Саровской ривьеры звучит так. Чтобы обеспечить доступ к новым домам, необходимо будет построить дорогу, ту самую соединяющую Советскую и Музруково через внутриквартальную территорию ривьеры, и против которой горожане выступали при обсуждении нового генплана. Тогда также собирали подписи. И на публичных слушаниях саровчанам пообещали – дороги не будет. Дороги не будет. Проезд никто там не планирует. Это даже регулирование генерального плана. Судьба участка за 12-й школой могла сложиться иначе. Эту территорию предлагала благоустроить компания «Саровинвест» еще в 2017 году. По проекту планировалось продолжить пешеходную набережную от Ривьеры до Пантонного моста. Кроме этого, «Саровинвест» готов был инвестировать средства в реконструкцию стадиона 12-й школы и взять на себя все расходы по его обслуживанию. Сделав стадион при этом доступным для жителей микрорайона. Проект застройщика администрация не поддержала. Стадион реконструировали в этом году. Городской казни он обошелся в 40 миллионов рублей. А на участке, где было предусмотрено благоустройство, администрация планирует построить многоэтажки. Жители Казамазова узнали об этом из попавшего в их руки письма заместителя главы администрации Леонида Бородулина. До сих пор непонятно, кто застройщик планируемый, кто заказчик. Я пытался получить информацию в администрации, в агентстве недвижимости, в фонде социального развития. Никто не дал более-менее приемлемой для восприятия информации. Своё письмо протеста, в котором стоят 106 подписей, жители Казамазовой и Ривьеры направили к главе города. Они намерены до последнего отстаивать свои права. Чтобы их мнение услышали, они требуют проведения публичных слушаний. При необходимости мы оставляем из своего права обращаться в другие инстанции, например, к губернатору Нижегородской области, который очень внимательно смотрит за выполнением программы комфортных условий проживания. А также мы можем обращаться в прокуратуру областную, городскую и так далее. Как стало известно нашей редакции, строительство в лесном массиве на Казамазово-9 планирует осуществлять некое ООО «Саровсоцстрой». Компания зарегистрирована в марте текущего года в Нижнем Новгороде. Организация предлагала ядерному центру построить служебное жилье на этом месте, рассчитывая получить бесплатно земельный участок. Позиция «Саровсоцстрой» следующая. Внеев гарантирует выкуп построенного жилья и будет способствовать в получении всех необходимых разрешительных документов. В проекте, который предлагает «Саровсоцстрой», не заложена никакая социальная и инфраструктурная нагрузка, только строительство домов и никакого благоустройства. Более того, администрация города увеличила размеры участка под застройку и изменила границы стадиона школы, уменьшив его. Уж такая позиция у наших местных чиновников – это максимально засекретить все, а потом поставить перед фактом. Мы направили запрос в Орфиадсвнеев, чтобы уточнить, ведет ли предприятие переговоры с компанией «Саровсоцстрой» и готовы ли заключить соглашение о строительстве служебного жилья на земельном участке за 12-й школой с гарантией обязательного выкупа. О полученной информации расскажем в ближайших выпусках новостей. Доля россиян, получающих заработную плату на текущем или последнем месте работы полностью официально, за последние несколько лет заметно выросла. Однако серые и даже черные зарплаты до сих пор в ходу. В 2016 году белую зарплату получали 57% россиян, в 2018 году – 54%, в 2020 году – 66%, а в 2022 – 71%. Серая зарплата – это зарплата, с которой налоги и взносы платят лишь частично. Черная – в конверте, когда работодатели нарушают прямое требование закона и ничего не платят государству за сотрудника. Сегодня работать официально – это лучший из вариантов и для работодателя, и для работника. Для работника это еще более приоритетно и важно, потому что формирование уровня пенсии в будущем, социальные гарантии, защищенность, ну и, собственно говоря, даже элементарная платежеспособность, которую можно подтверждать в банке, напрямую зависит от решения работодателя, каким образом формировать отношения с работником. Соглашаясь на подобные незаконные схемы оплаты труда, сотрудник с большей долей вероятности лишает себя спокойствия и гарантии получения зарплаты в полном объеме в те сроки, о которых договорились устно, полностью оплачиваемого больничного, пособий по уходу за ребенком, отпускных, пенсии, корректно исчисленных пособий и легкого получения кредитов. Помимо этого сокращается число доходов от налогов, поступающих в местный бюджет. Эти средства идут на нужды города. Почему это важно сделать? Вот эта часть налогов, она поступает очень оперативно в местный бюджет. Мы ее видим достаточно с высокой скоростью, средства поступают, и мы можем планировать расходы под какие-то цели социальные, под цели обеспечения наших горожан. Львиная доля проектов, которые в городе реализуются, они реализуются при участии городского бюджета. Естественно, налоги, которые мы получаем от наших работодателей, от наших горожан в части имущественных налогов, это все формирует наш бюджет и, собственно говоря, имеет прямое влияние на качество жизни в нашем городе. С 1 января для каждого налогоплательщика открыт единый налоговый счет. Теперь оплачивать все налоги физлица могут единым платежом. Срок уплаты налогов – 1 декабря. За несвоевременную оплату предусмотрены пени – 1,03 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Если вы не оплачиваете налоги и штрафы в течение трех месяцев, налоговый орган обратится в суд с требованием о принудительном взыскании. Саровчанин заказал на интернет-сайте комплект зимней резины и сделал стопроцентную предоплату на сумму более 13 тысяч рублей. Через некоторое время мужчине на мобильный телефон пришло СМС-уведомление о том, что на складе таких шин нет, и чтобы вернуть деньги, нужно сообщить все реквизиты банковской карты. В итоге со счета Саровчанина списали более 106 тысяч рублей. Очень большое количество социальных мошенничеств – это когда жители в интернет-порталах, в ресурсах приобретают какую-то иную продукцию. Сейчас, как вы здесь знаете, очень много поддельных сайтов. Человек видит объявления о продаже, допустим, это автозапчастей, какой-то продукции, предметов, общего быта. Заказывает, делает 100% предоплату, а в итоге оказывается, что данный сайт – это сайт про подделку. Также мошенники стали действовать и под видом операторов сотовой связи, и таким образом оформлять на своих жертв кредиты. Абонентам звонят и говорят, что телефонный номер скоро будет заблокирован. И чтобы продолжать пользоваться связью, необходимо сообщить свои персональные данные. И когда вам придется подтверждение, когда придет вам сообщение с кодовым словом, либо с пятизначным значением, чтобы сообщить его, если вот это приходит из сообщения, там уже написано, что никому не сообщать, да. Прям черными, большими буквами, никому не сообщать. Но все равно граждане, читая, что никому не сообщать, сообщают вообще людям по телефону данные. Потом лица, используя персональные данные, оформляют себе кредит. Проголосуй за мою племянницу, пожалуйста. Сообщения от мошенников с такой просьбой сейчас массово рассылаются жителям России. Перейдя по ссылке и приняв участие в голосовании, вы можете потерять все свои личные данные учетных записей в интернете. После того, как вы откликнулись на сообщение, ваши персональные данные попадают в руки злоумышленников. Затем мошенники используют данные вашей телефонной книги и рассылают от имени абонента, которого взломали, просьбу занять определенную сумму денег. Ну а также там могут быть, что этот твой знакомый Сергей пишет смс-сообщение, дай долг 10 тысяч рублей, там дальше я верну. Никогда не надо вестись на эти сообщения, надо, прежде всего, позвонить, если это друг, другу, если это родственник, родственнику. Точнее, действительно, он попал в трудную финансовую ситуацию, если он подтвердит, то в том-то случится, в пределении средств. У нас тоже такие были заявления, обращения, когда граждане в оказании музеальной помощи переводили разные суммы денег средств мошенников. Никогда не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт третьим лицам по телефону или через СМС. Если у вас есть подозрения, обратитесь в банк или в салон сотовой связи, позвоните в полицию, предупредите и своих пожилых родственников о распространенных схемах обмана. Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, которое вызывает закупорка или разрыв сосудов. Инсульт приводит к пролечу конечностей, нарушению речи, проблемам с памятью и инвалидности. Смертность от него – одна из самых высоких в мире. На ее долю приходится – 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Мужчин чаще встречается, и мужчин более молодого возраста, чем женщины. Женщины более пожилые. Видимо, у мужчины, у них фактор риска, еще инсульта, да, тут больше курящих мужчин, курение, как один из самых явных факторов риска – алкоголь, курение. Кроме того, женщины к себе более внимательны. Чаще, чем мужчины, следят за давлением, посещают врачей, исследуют их рекомендации. Также острым нарушением мозгового кровообращения подвержены пациенты с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией. При инсульте счет идет буквально на часы. Если точнее, то у такого пациента есть 4,5 часа. В течение этого времени медики могут провести тромболитическую терапию. Тогда шансов на восстановление больше. Опасность инсульта в том, что сам человек зачастую не может понять, что с ним происходит, и вызвать скорую. Приходится рассчитывать только на помощь тех, кто рядом. Также может возникнуть онемение в одной половине лица, головокружение, шаткость походки. Пациенты с инсультом попадают либо в реанимацию, либо в первичное сосудистое отделение, где также есть реанимационные палаты. Там они несколько дней находятся под круглосуточным наблюдением. Затем, если состояние больного стабильное, его переводят в общую палату в ПСО. И проходит около двух недель. Если есть показания для перевода российско-сосудистого центра, который у нас находится в Нижнем Новгороде на базе больницы Симашка и 13-й больницы, то есть либо туда, либо туда, тогда мы переводим пациента туда для лечения. То есть либо это оперативное лечение, нейрохирургическая помощь. Если оперативного лечения не требуется, пациента отправляют на реабилитацию. Она включает в себя занятия на восстановление сил конечностей и речи. Это продолжительный процесс. Самыми плодотворными считаются первые три месяца. Как рассказал Виктор Левшаков, в городе в последние годы существенно снизилась летальность от инсульта. Во-первых, в КБ-50 сейчас есть современное оборудование, которое позволяет выявлять даже небольшие очаги и точно диагностировать инсульт. Мы их госпитализируем с подозрением, то есть наблюдаем. У человека все жалобы прошли, которые у него были дома. Вроде бы как бывает такое, как транзиторная атака, то есть это по-простому прединсультное состояние, когда инсульт не развивается и все симптомы проходят в первые 24 часа. Например, рука ослабла, но за 24 часа она восстанавливалась. Но тем не менее на МРТ у этих людей иногда появляются микроинсульты, то есть лапонарные маленькие очишки. После перенесенного инсульта человеку рекомендуют периодически проходить курс лечения, не пренебрегать назначениями врача, отказаться от курения и алкоголя, больше двигаться и быть внимательными к своему организму. Университет третьего возраста начал свою работу на базе Центра социального обслуживания с 2016 года. Программа предусматривает разнообразный досуг для пожилых людей и инвалидов. В университет входит несколько факультетов. На факультете здорового долголетия участникам рассказывают о правильном питании и здоровом образе жизни. Для пенсионеров проводят занятия по скандинавской ходьбе и лечебной физкультуре. На правовом факультете можно получить ценные знания от юриста Центра. Компьютерный грант – это очень важный факультет на сегодняшний момент, потому что пожилые люди в большей степени не владеют компьютером или же смартфоном, внуки которых им предоставляют, дарят, но пользоваться не обучают. Поэтому мы помогаем и в этом вопросе справиться с этой техникой. На факультете «Психологическая мозаика» нет лекций и семинаров. В формате «Живой беседы» психолог помогает участникам поразмышлять над важными темами, подумать о приоритетных жизненных ценностях. Здесь пожилые люди могут безопасно поделиться с сокровенным и получить поддержку группы и самого специалиста. Здесь собираются люди, которые, возможно, переживают возрастной или личностный кризис, возможно, они испытывают чувство одиночества, потеряли, к примеру, близкого человека, или они просто нуждаются в общении, в каком-то таком особом, качественном общении. Либо это люди, которые интересуются психологией. В группе «Самопознание» участники прорабатывают чувства, эмоции, страхи и тревоги, отношения с окружающими. А на факультете сценического искусства ждут тех, кто видит себя на сцене. На факультете работает творческий коллектив «Саквояж». Арсисты ставят сценки, спектакли, выступают со стихами, танцами, музыкальными и литературными номерами. Сначала стали ставить новогодние сказки для детей сотрудников, для ребят из теплого дома. Далее мы вышли за рамки новогодних сказок. В прошлом году мы поставили спектакль «Происшествие в стране мультипульте» он назывался. Большой такой уже длинный музыкальный спектакль. И в этом году мы посигнули на Федота Стрельца. Также на базе университета можно научиться лепить из полимерной глины и работать на кончарном круге. Записаться на факультеты университета третьего возраста можно в течение всего года. При желании можно посещать занятия сразу по нескольким направлениям. Программа реализуется до конца марта. Запись и информация по телефону 6-94-43. В Думе молодежи шумно и весело. Там собрались ветераны города на праздник «Мы родом из СССР». Цель мероприятия – создать уютную атмосферу, пообщаться с друзьями и товарищами. Такая будет дружеская домашняя обстановка. Ну и, конечно, концертная программа, поздравления официальные и концертная программа. В том числе исполнители – это два наших ансамбля, которые входят в наш состав городского совета ветеранов. И плюс организован видеоряд, видеопоказ, песен, имеющих отношение к периоду СССР и, естественно, комсомола. На празднике можно было увидеть и выставку, посвященную СССР. Участники приносили фотографии, доставали из комодов старые вещи, паспорта, медали и другое. Ветераны из 7-го микрорайона подготовились основательно и даже надели пионерские наряды. Ну, по тематике, по тематике. Как говорится, пионер всем ребятам пример. На празднике гостям напомнили, что 29 октября исполняется 105 лет со дня образования в ЛКСМ. Все жители России, родившиеся в Советском Союзе, почтут память комсомола. То поколение, которое родилось в СССР, строило свою жизнь, растило детей, работало во благо нашего государства, Завис Советских Союзных Республик, делало очень многое. И на те планы, которые сейчас есть у нас и в промышленности, и в экономике, благодаря вашим силам, усилиям, вашему труду, мы этим пользуемся и с собой этим гордимся. Подобные мероприятия в общегородском масштабе организаторы планируют проводить ежегодно. Раньше праздник мы из СССР проводили исключительно на площадках ветеранских организаций. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» стремительно развивается и вовлекает в свои ряды новых участников. Под эгидой движения проходят различные мероприятия. Муниципальный детско-родительский форум состоялся впервые. Он объединил активистов, членов общественных организаций, педагогов и родителей. На площадке форума «Путь к успеху» лидеры и их наставники поделились успешным опытом со школьниками города. Двое девочек рассказывали о своих успехах, о своих достижениях, как они этого добились, как они к этому шли. Очень меня вдохновили именно эти две девочки. Они именно рассказывали о том, как принимать участие, зачем это нужно, для чего. И очень смотивировали. После их выступления, правда, захотелось участвовать и быть первыми. На площадке «Первыми быть просто» для ребят начальной школы подготовили мастер-класс. Своими руками юные орлята России смастерили подарок ко дню отца. Активисты на площадке «Волонтеры в деле» рассказали о добровольчестве, его особенностях и волонтерских проектах. О наставничестве участники форума узнали на площадке «Наставники орлят». Там же выполнили творческое задание. В мероприятии приняли участие и родители. Родительское сообщество обсудило опыт воспитания активистов и роль близких людей в этом деле. Форум имел ряд задач, с которыми, на мой взгляд, успешно справился. Это трансляция успешного опыта в реализации основных направлений движения первых. Это освещение успешных практик, воспитание среди родительского сообщества. И в целом очень хотелось бы, чтобы в движении были не только дети, но и действительно взрослые, которые станут для них настоящими наставниками. Участники форума подвели итоги работы и поделились тем, о чем они узнали на тематических площадках. В рамках детско-родительского форума состоялась встреча с космонавтом Сергеем Куть-Сверчковым. В этом году три коллектива Центра внешкольной работы выиграли гранты и все конкурсные проекты воплощают в жизнь. Один из них – «Вместе Россия». В этом проекте участвуют несколько коллективов Центра внешкольной работы. Это и музыкальные, и хореографические, и по декоративному творчеству. С большим удовольствием участие в проекте рассказывает руководитель Театра моды «Русь» Елена Ануфриева. На протяжении трех месяцев она и ее воспитанники путешествуют по Мордовии, где дети знакомятся с культурой народа. Эти поездки помогают ребятам проникнуться в творческой атмосферу и придумать необычную работу. Мы выбрали тему вышивка. Вышивка – это очень древнее рукоделие, ремесло. И сейчас в силу трудоемкости этого направления у современных детей интерес, в принципе, заметно падает. Вот чтобы поддержать интерес и возродить энтузиазм какой-то, мы придумали, что каждый ребенок будет вышивать себе сумку, используя национальные мотивы, как русские, так и мордовские. В проекте принимают участие и воспитанники ансамбля русской песни «Забава». Они также посещают музей и знакомятся с различными видами искусства. А совсем недавно посетили село Старое Теризморга, где познакомились с историей села, которое было основано в середине XVI века и традициями Макшан. Ребятам провели мастер-класс по плетению лаптей, где они смогли попробовать свои силы в изготовлении старинной обуви. С ребятами и поиграли в игры, которые раньше играли. Интересно, сейчас ведь у нас в основном интернет, а там подняли такие игры, которые раньше играли. Ребятишкам очень было интересно. И мы показали там уже в мордовских костюмах, в своих уже мордовских костюмах кое-каких. Вот, и, ну, как сказать, ну, праздничный небольшой маленький концерт. Итоговое мероприятие проекта «Вместе Россия» пройдет в молодежном центре 10 ноября. Начало в 17.30 гостей праздника ждут творческие мастер-классы, концертные номера от воспитанников центра внешкольной работы, а также выставки и викторины, без возрастных ограничений. С пронзительной композицией «Нас бьют, мы летаем» ученица детской школы искусств Ксения Занина выступила сразу на двух международных конкурсах в Нижнем Новгороде. Один из них – «Винарт», где в номинации «Эстрадный вокал возраста 11-13 лет» Саровчанка заняла первое место. Мне не очень нравятся песни такие спокойные, плавные. Я больше люблю исполнять мощные, где вот какой-то посыл эмоций. Второй конкурс «Инфинити Старс» собирает юных танцоров и вокалистов в 12 городах страны, чтобы определить талантливых артистов. В столице нашего региона Саровчанка исполнила две песни – «Патриотичную небо славяна» и лиричную «Нас бьют, мы летаем». На конкурсе «Винарт» жюри оценивали открыто и было по дисципальной шкале. Двое из жюри мне дали 10 баллов, а один из жюри дал мне 9. Они мне дают мотивацию продолжать дальше заниматься и больше развиваться. С обеими песнями Ксения Занина стала лауреатом первой степени. По словам девочки, достижение на конкурсах – результат большой совместной работы на репетициях с руководителем Анжеликой Анатольевной Ермаковой. После окончания школы девочка хочет поступить в Гнесинку, поэтому все награды идут в копилку для осуществления мечты. С каждым днем становится все холоднее. В Сарове уже идет снег, ночью стабильно заморозки. Но вместе с тем синоптики прогнозируют потепление на следующей неделе. Поэтому многие автовладельцы в растерянности и сейчас задаются вопросом, когда необходимо переобуть колеса с летней на зимнюю резину. Ответ на этот вопрос достаточно прост. Нужно ориентироваться на столбик термометра. Но не на 0 градусов, соответственно, а оптимальным порогом для смены летней резины на зимнюю считается плюс 5 градусов. Как только температура понижается еще немного, необходимо незамедлительно сменить у нас летние колеса на зимние. Сотрудники ГИБДД советуют всем автомобилистам уже сейчас переобуть автомобиль. В случае морозов с непомененной резиной транспорт использовать не стоит. Летняя резина теряет свою эластичность, дубеет. Теряется сцепление с дорогой, и водитель не способен обеспечить эффективное торможение и устойчивость. Вследствие чего тормозной путь автомобиля увеличивается. Автовладельцы, которые используют летнюю резину зимой, они становятся опасными не только для себя, но и для окружающих. То есть повышается риск возникновения аварии. А вот всесезонные шины сотрудники ГИБДД не рекомендуют. Этот вид покрышек не оправдывает ожидания. Стоит машине попасть на замерзшую поверхность, управляемость заметно ухудшается. А трогаться с места на скользкой дороге и вовсе становится нереально. 80% погибших пешеходов стали жертвами в темное время суток. Водители просто не видят их на дороге. Чтобы рассказать детям, как стать заметнее в темноте, традиционно в октябре сотрудники ГИБДД проводят акцию «Засветись». В этот раз в ней приняли участие ученики школы номер 7 и воспитанники станции юных техников. Многие дети после школы возвращаются достаточно поздно, потому что у них какие-то дополнительные занятия и кружки. В связи с тем, что они некоторые достаточно еще маленькие, небольшого роста, их сложнее заметить на дороге. Именно поэтому важно, чтобы у каждого ребенка было несколько светоотражающих элементов, чтобы при переходе дороги водители заблаговременно увидели их и, соответственно, притормозили перед пешеходными переходами. Сами ребята вышли на улицы города, чтобы рассказать горожанам о том, почему важно надевать светоотражающие элементы на одежду, а также напомнить, как правильно вести себя на дорогах. Я сегодня раздавала световозвращающие элементы прохожим. Зачем? Чтобы водитель смог их увидеть на дороге. Мне понравилась акция, и я еще буду в ней участвовать. А что тебе больше всего понравилось? То, что мы раздаем людям светоотражатели, чтобы их не сбила машина. Риск гибели пешеходов при применении светоотражающих элементов уменьшается на 70%. Фликер позволяет водителю заметить пешеходов на расстоянии от 150 до 300 метров и избежать наездов. Но полагаться на наклейку полностью не стоит. Необходимо помнить о правилах поведения на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова